На повестке дня расширенного заседания городской межведомственной комиссии по охране труда два вопроса. Информация по осуществлению ведомственного контроля и исполнение ранее принятых решений. Ведомственный контроль – это деятельность органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства. Информацию о проделанной работе озвучил начальник управления по физической культуре и спорту Григорий Рыбак. С марта по мае 2017 года работникам управления проведены проверки. Нарушений трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов в настоящее время пока что не выявлено. В муниципальных учреждениях проводятся комплексные проверки, по итогам которых составляются акты и предписания, и устанавливаются сроки на устранение выявленных нарушений. Такая проверка была проведена в апреле 2017 года в соответствии с планом. Нарушения есть, они незначительные. Это такие, как отсутствие журналов, регистрация несчастных случаев, требуется пересмотр инструкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством и несвоевременное ознакомление работникам с картами специальной оценки условий труда. По словам начальника управления культуры Ларисы Бутенко, специальная оценка условий труда уже проведена в Централизованной библиотечной системе и в Губкинской детской школе искусств имени Георгия Сверидова. В Губкинском музее и освоении Севера спецоценка планируется в 2018 году. Договоры на проведение спецоценки уже заключили в Централизованной клубной системе и в Управлении культуры. Важную роль в спецоценке играют уполномоченные по охране труда. Их обучением и подготовкой активно занимаются территориальные объединения организаций профсоюзов. За этот год у нас проведено обучение председатки Губкинского территориального объединения организаций профсоюзов и объединенной первичной профсоюзной организацией Роснефть, Губкинский сервис. Обучение проходило 25 апреля 2017 года. Обучение проводило Центр развития безопасности города Салихар. Обучено 58 человек по курсу специальной оценки условий труда на рабочих местах. Территориальному объединению профсоюзов рекомендовано развивать Институт уполномоченных по охране труда и разработать положение о конкурсе. Сейчас у нас в городе, особенно в производственных предприятиях, уже есть уполномоченные по охране труда. Они уже прошли соответствующее обучение, начинают свою работу, нарабатывают первый опыт. В завершении расширенного заседания Межведомственной комиссии по охране труда были определены сроки проведения конкурса уполномоченных в четвертом квартале этого года. Илья Скобралов, Олег Семагин, Новости Губкинского.